Андреа Шуце. Мамина сокровище. Среди густых лиана в джунглях жила-была семья мартышек. Малыш Колесик был самой любопытной и резвой обезьянкой в семействе. Как-то раз мама рассказывала ему сказку. «Принц оказался в темном-притемном лесу», — говорила она. «Прямо как у нас в джунглях? Да, мама?» — перебил ее Колесик. «Да, милый». Шел он, шел и увидел, как впереди что-то блестит. «И что это было? Мама?» — спросил Колесик. Там лежало сокровище. Золото горело ярче солнца. И разноцветные алмазы сияли, как твои глаза. «Ярче солнца! Как здорово!» — воскликнул Колесик. «Вот бы найти такой клад!» «И что бы ты с ним сделал?» — улыбнулась мама. «Я бы подарил его тебе!» «Ну, спасибо! Ты очень щедрый малыш!» — смеялась мама. «С тех пор Колесик только и думал, где найти сокровище. Не может быть, чтобы нигде в джунглях не было хотя бы малюсенького клада. Может быть, кому-нибудь уже посчастливилось его найти?» Пойду спрошу у лягушки. Вдруг она знает про это что-нибудь. Пошел он на болото и спрашивает. «Лягушка, лягушка, ты не знаешь, где мне найти настоящий клад?» «Чтобы было золото и алмазы!» «Зачем тебе золото?» — удивилась лягушка. «От него же нет никакой пользы!» «А разве от сокровища должна быть польза?» «Конечно! Польза должна быть от всего!» «Вот я, например, просыпаюсь раньше всех в джунглях и своими песнями бужу солнце!» «Я считаю, что мое пение — это самый настоящий клад!» «Хочешь, научу тебя петь!» «Спасибо, лягушка, другой раз!» «Сейчас я ищу сокровища, чтобы подарить маме!» «Ну, не знаю, сходи к хамелеону!» «Он очень хитрый!» «Может, он подскажет, где найти золото и алмазы!» Пошел колесик к хамелеону и говорит. «Привет, хамелеон! Ты не знаешь, где берут сокровища?» «Чтобы было золото и алмазы!» «Вот еще выдумал!» Засмеялся хамелеон. «Зачем мне нужно золото?» «Его даже съесть нельзя!» «От него нет никакой пользы!» «В джунглях полно опасностей, а золото не поможет от них спрятаться!» «Вот я, например, умею менять цвет кожи!» «Знаешь, какое это полезное дело!» «Настоящий клад! Могу тебя научить!» «У меня тут как раз есть несколько масок!» «Наденешь, и тебя никто не узнает!» «Как-нибудь в другой раз!» Вздохнул колесик. «Значит, ты не знаешь, где найти золото и алмазы!» «Нет!» Честно ответил хамелеон. «Спроси у питона! Он самый мудрый в джунглях!» «Наверное, он знает!» Пошел колесик к питону, который висел на лиане. «Здравствуй, питон! Ты не знаешь, где можно найти какой-нибудь клад?» «Нет, обезьянка!» «Прошипел питон!» «Я ничего про клада не знаю!» «Зато я умею сложиться в любую букву на свете!» «Хочешь, научу тебя читать!» «Ведь знание лучше любого клада!» «Вот, смотри, это буква А!» Питон неторопливо заплел хвост так, что и правда получилась буква А!» «Я потом приду к тебе учиться!» «Пообещал колесик!» «А сейчас я ищу сокровища для моей мамы!» «Ну тогда сходи к попугаю!» «Ответил питон!» «Он любит все блестяще!» «Может, он знает?» Когда попугай увидел колесико, он очень обрадовался!» «Привет, обезьянка!» «Хочешь послушать, как я выступаю?» «Привет, попугай!» «Вообще-то я хотел спросить у тебя, где можно найти настоящее сокровище?» «Ну так ты его уже нашел!» «Правда?» Обрадовался колесик. «И где же оно?» «Я, я настоящее сокровище!» «Я самый красивый и самый умный в джунглях!» Прокричал попугай и надулся от гордости. «Вот как!» Удивился колесик. «А я думал, что сокровище – это золото и алмазы!» Попугай очень обиделся и больше не захотел разговаривать с колесиком. Вдруг колесик услышал, как кто-то кричит из кустов. «Алмазы чистой воды!» «Посмотрите, как они прекрасны!» Подошел он поближе. Видит, маленький паук любуется каплями росы. «Паучок, где тут алмазы?» Спросил колесик. «Они очень нужны для моей мамы!» «Разве ты не знаешь, обезьянка?» «Вот же они!» Сказал паучок и показал на капле росы. «Нет ничего прекраснее, правда?» «Знаешь, как они горят на солнце?» «Всеми цветами радуги!» «Да, это очень красиво!» Сказал колесик. «Но мама говорила, что алмазы – это камни!» «Нет, мои алмазы – это капля росы!» Ответил паук. «Каждое утро я любуюсь ими, ведь красота – это и есть настоящий клад!» «Надо же!» – удивился колесик. «Сколько зверей в джунглях и у каждого свое сокровище!» Пошел колесик дальше. Видит, на скамейке сладко спит ленивец. Подобрался колесик поближе и пощекотал спящему нос. «Опчхи!» Чихнул ленивец и открыл глаза. «Привет, обезьянка!» «Что это тебе не спится в такой теплый день?» «Я ищу сокровища для моей мамы!» Ответил колесик. «Что ж, ты хорошо придумал!» Глаза ленивца снова закрылись. «Я знаю, где можно найти парочку отличных кладов!» Услышав это, колесик даже подпрыгнул на месте. «Где ленивец?» «Где их найти?» «В мечтах!» «Все клады находятся в наших мечтах!» «Где же еще?» Ответил ленивец и громко захрапел. Наступил вечер. Колесик устал, совсем загрустил. Видит, лежит большая собака. «Привет, обезьянка!» Сказала она. «Куда ты идешь?» «Привет, собака!» Сдохнул колесик. «Понимаешь, я весь день искал клад, Чтоб подарить его маме. Но никто не знает, Где найти настоящее сокровище, Чтобы были солты и алмазы. У каждого свой клад. У лягушки пение. У хамелеона его умение прятаться. У питона мудрость. Паук считает, Что настоящее сокровище – это красота. А ленивец говорит, Что любой клад можно найти в мечтах. «Просто не знаю, Где мне найти золото и алмазы для моей мамы?» Собака тихонько засмеялась. «А ты не думал? Вдруг твоя мама знает, Где найти сокровище? Тебе нужно пойти и спросить у нее». «Правда?» Удивился Колесик. «Почему я сам до этого не додумался?» «Спасибо, собака!» «Тогда я побежал к маме». «Беги, беги, малыш!» «Солнце уже садится», Сказала собака. Тем временем совсем стемнело, И Колесик чуть не излублится. «В какую сторону мне идти?» Подумал он. Вдруг на тропинке блеснул яркий свет, И обезьянке показалось, Что он наконец нашел свое сокровище. Но это были не алмазы, А просто живой фонарик, Маленький светлячок. «Эй, обезьянка!» «Что ты здесь делаешь?» Спросил он Колесико. «Я искал сокровища для моей мамы», Ответил Колесик. «А теперь ищу дорогу домой. Помоги мне, светлячок!» «Конечно, пойдем!» «Я тебя провожу!» «Я всем помогаю найти дорогу!» «Мой фонарик – это настоящий клад!» «А я-то думал, что клад – это золото и алмазы!» Улыбнулся Колесико и побрел вслед за светлячком домой. Когда мама увидела сына, Она очень обрадовалась, Взяла его на руки и крепко прижала к себе. «Мой хороший, любимый малыш!» «Где ты был так долго?» Спросила она, целуя его. «Прости меня, мамочка!» «Я искал, искал для тебя клад, Но так и не нашел!» Ответил Колесико и тяжело вздохнул. «Для меня?» – удивилась мама. «Разве ты не знал, Что мое сокровище всегда со мной?» «Как же так? Я не видел у тебя ни алмазов, ни золота!» Воскликнул Колесик. «Мое сокровище дороже, Чем все алмазы и все золото на свете!» Нежно сказала мама. «Такое дорогое?» – Уземился Колесик. «Да!» – улыбнулась мама. «И что же это?» – с интересом спросил сынок. «Я тебе покажу!» – сказала мама. И со всех сил стараясь не засмеяться, Она достала зеркало, Поднесла его к мордочке Колесико И с улыбкой спросила. «Видишь теперь?» «Так это же я!» – поскликнул Колесик. «Выходит, это я твое сокровище?» «Ну конечно, малыш!» – поцеловала его мама. «Ты мое самое бесценное сокровище!» «Значит, получается, Я сам себя искал весь день!» Засмеялся Колесик, И мама тоже засмеялась. Она еще крепче обняла сына, И он рассказал ей о своих приключениях. «Ну вот, сынок, теперь ты знаешь, Что сокровищем называют то, Что дороже всего на свете!» «Не обязательно золото и алмазы!» «У каждого бывает свое сокровище, Которое он любит больше всего!» «А для мамы это, конечно, ее ребенок!» Она прижала к себе сыночка И нежно его поцеловала. «А для ребенка мама!» Ответил Колесик И крепко обнял ее в ответ. Читал Андрей Земляной «Она dell'100» «Об ради Hat» «Т.е. Продолжение следует...